Добрый день! Расскажите, пожалуйста, коротко о себе. Я Кисель Давид Рубимович, 1908 года рождения. Проживал до войны в городе Минске. Так, в июне 1941 года мне было 33 года. Наша семья состояла из 6 человек. В июне 1941 года мы жили в Минске. Наш город был оккупирован 28 июня 1941 года. Я и остальные члены семьи попали в Минское гетто в конце июня 1941 года. Я пробыл в гетто до 28 ноября 1942 года, когда был совершен групповой побег. И 28 ноября мы попали, мы оказались в зоне действия партизанской бригады имени Фрунзе Барановичского соединения. Из нашей группы был создан новый отряд имени Лазо. В конце декабря 1942 года бригада имени Фрунзе была рассеян. Так, в начале января 1943 года мы попали в бригаду имени Сталина, отряд имени Держинского. Далее в июне 1943 года отряд имени Держинского стал называться отрядом имени Жданова, где мы провоевали до июля 1944 года, когда партизанская бригада была расформирована в районе, в районном центре Любча, Барановичской области. Оттуда я вернулся в город Минск. Скажите, пожалуйста, коротко об отце и матери. Отец мой, значит, в 1941 году ему было 66 лет. В гетто он погиб 20 ноября 1941 года, тогда, когда была очередная акция, или, как это называется, погром. Вот. Отец мой был слабо образованным человеком, но по-еврейски он умел читать и писать. Вот. Был он человеком нерелигиозным. Дома он говорил наидыш. Отец мой был беспартийным. В 1941 году, перед войной, значит, он работал на заводе, на деревообрабатывающем заводе в городе Минске, там, где и я проработал 9-10 лет до ухода на учёбу в юридический институт. Должность, которой... Отец мой не был ни на каких должностях, а он работал обыкновенным столяром-мебельщиком на этом заводе. Древнееврейского языка отец мой не знал, да и мы, никто из нашей семьи, его не знали и не разговаривали. Разговаривали или по-русски, или по-идыш. Мать также в 1941 году, она 1875 года рождения, ей тоже было 66 лет. Была она домашняя хозяйка, была тоже не очень религиозная. Говорила она на языке иидыш дома, беспортийная. Место её работы в 1941 году это домашняя хозяйка. Она на иидыш читать не умела. Древнееврейского языка она тоже не знала. Мать моя погибла, когда в гетто была повальная акция, то есть вылавливали всех тех, кто не успел спрятаться. Мать также не спряталась, была поймана и она погибла вместе с матерью моей жены. Какие у вас были в доме книги и газеты? Дома у нас были книги исключительно на русском языке. На иидыш и на других языках у нас книг не было. Что касается газет, то мы выписывали всегда газеты. Во-первых, отец выписывал газету Эмец, это значит в переводе правда, а я всё время выписывал комсомольскую правду, правду, вот, известия и так далее. еврейским языком я владел плохо, так как с молодых лет я работал на заводе и все мои товарищи кругом были русские ребята и общались мы, конечно, на русском языке. А скажите, эта газета Эмец, она была на языке иидиш, и как часто она выходила? Она выходила каждый день. А на каком языке? На аидиш. Да. Я ещё помню, её редактором был такой Волобринский. Она считалась минской газетой или республиканской? Минская. Соблюдались ли в вашей семье основные еврейские традиции? В нашей семье соблюдались праздники, но они не носили религиозного характера. В субботу приходилось работать, потому что и отец на заводе работал, и я на заводе работал, и в субботу приходилось работать, а выходной день было воскресенье. Никаких, никакие ни молитвы, ни соблюдения кошер, ни посещения синагоги у нас не было. У нас отец только в религиозные праздники бывало, когда у него было время, ходил в синагогу. Какие еврейские организации были в Минске в 41-м году? В 41-м году в Минске уже никаких самостоятельных еврейских организаций не было. был еврейский театр, а затем и театр был отнят, и хоральную эту синагогу, где находился еврейский театр, отдали под русский театр. А библиотеки были? В библиотеках можно было достать литературу, но в центральной библиотеке, а так уже в отдельных на предприятиях библиотеки, в профсоюзах еврейской литературы никакой не было. К какому уровню по своему имущественному положению вы могли бы отнести вашу семью в 41-м году? В 41-м году, то есть перед началом войны, мы жили ниже среднего уровня. Вот и все. Скажите, а какое образование вы получили к моменту начала войны? К моменту начала войны я был юристом, я уже закончил тогда юридический институт, Минский юридический институт. Из еврейского образования я никаких учебных заведений не кончал. Перед войной работал в адвокатуре, адвокатом. А учились вы в хедре, в еврейской школе религиозной? Да, в детстве я учился несколько лет в хедре, а потом, когда материальное положение семьи стало очень плохим, меня отец забрал к себе работать, и мы вместе с отцом работали в деревнях у крестьян по строительству. Говорилось ли в вашей семье до войны что-нибудь о Палестине, о том, что кто-то когда-то туда мог уехать, на эту тему? эта тема была нам знакома, но чтобы думать о поездке туда или о выезде, так вопрос никогда не стоял. Нет, ну, может, рассказывали, что кто-то уехал когда-то? я не помню из наших знакомых, кто уезжал в те годы в Палестину. Как вообще родители относились к самой мысли о Палестине, что было бы хорошо или наоборот было бы плохо туда уехать? Эти вопросы у нас не дискутировались. Ну, так они активно не возражали против того, что... активно никто не возражал. В те годы слово сионист имело отрицательный оттенок? Нет, никто даже из населения в основной массе своей не знали, что такое сионизм. Нет, я имел в виду среди евреев как понималось это слово? Ну, среди евреев это понималось в буквальном смысле, что евреи, что сионистами назывались те, которые собирались уезжать. А так среди рабочих евреев не было таких. Кто официально писалось или говорилось по радио в 41-м году о возможности начала войны с Германией? Значит, пресса освещала тогда события в Германии, что Германия готовится к реваншу, готовится к войне. Ну, а нападение на Советский Союз никто никому ничего не говорил. И таким образом, для того, чтобы в России эти все слухи, было опровержение ТАСС, что немецкая армия концентрируется у наших границ не для того, чтобы напасть на Советский Союз, а для того, перегруппировываются и совершают свои маневры. известны ли вам какие-то официальные мнения публикации в газетах о преследовании евреев нацистами? Нам только было известно то, что в Германии начали преследовать евреев, что евреи начали из Германии уезжать. Многие уезжали в другие страны. Это было из газет известно или по слухам? Нет, это было известно из газет. А в 40-41 году? В 40-41 году ничего не говорили о преследовании евреев. Скажите, а в вашем городе были еврейские беженцы из Польши? В нашем городе были еврейские беженцы из Польши и они рассказывали про те ужасы и нам стало известно, что уготовлено нам немцами, если они придут. Как вы или ваши родители доверяли этим разговорам или нет? Ну, этим разговорам доверяли, потому что это говорили люди, которые на собственном опыте и на собственной как говорят шкура пережили это все. Ведь они же вынуждены были удрать из Польши, потому что там начался уже по существу геноцид. А вы с ними непосредственно общались или только разговоры слыхали? Только разговоры. Через третьих лиц или напрямую от них? Были напрямую встречались с ними. Они даже некоторые работали, поступали работать и рассказывали как относились к ним. Как вы в кругу семи считали будет война или не будет? Вообще после того, как было опровержение ТАСС это ложное фальшивое насквозь, значит мы не верили в то, что будет война. Мы поверили этому сообщению ТАСС. А вот что официальная советская пропаганда говорила во все эти темы вообще вокруг войны, о войне, об армиях и так далее? Пропагандисты имеются в виду всяческие? во всяком случая не было таких чтобы выступил там докладчик и сказал что немцы собираются напасть на Советский Союз. В смысле обороноспособности армии что-нибудь говорили? Ну так это говорили что надо воевать на чужой земле ценой малой крови. Вообще на ваш взгляд готовилась страна к войне? Вот замечалось это в обычной жизни? Нет не замечалось Другое дело что перед войной перед началом войны в начале июня месяца по железной дороге кто жил ближе к железной дороге видел как целые составы значит с войсками с вооружением шли на запад но также видели и то что до самой войны шли шалоны с хлебом для Германии вот это видели Скажите вот в кругу вашей семьи или близких с кем вы общались было ли такое мнение что немцев бояться не надо потому там и потому нет не было скажите когда и как вы узнали что началась война мы узнали о начале войны в воскресенье утром наше радио сообщило что немецкая немецкая авиация уже в 4 часа ночи с 21 на 22 июня бомбыли города это Севастополь Киев наш народ настолько не был подготовлен к войне что в Минске торжественное открытие озера назначили на воскресенье и огромная масса людей собралась на открытие этого комсомольского озера так что никто ничего о войне не знал но узнали окончательно в 12 часов дня после выступления Молотова а где были в это время вы я был тогда в Минске где в Минске я понимаю а где а я вам скажу я помню точно я работал тогда адвокатом и в воскресенье в этот день я пошел в суд изучить одно дело по которому я должен был выступить после того как вы узнали что началась война как дело дальше было значит как было дело дальше я когда узнал что началась война поскольку я был членом партии я пошел в райком партии и они мне сказали иди военкомат иди вступай в эти истребительные батальоны которые истребляли немцев которые до которые начали сразу нападать и шпионить главным образом подавать сигналы своей авиации значит я пришел домой и мы решили что надо уходить и когда мы пошли было уже поздно немцы нас опередили десантники минском километров пятьдесят и вернули нас обратно в город минск через сколько дней от начала войны вы решили уйти через сколько дней после начала войны это было дня два три да создается ощущение что чуть ли не в тот же день выходить решили нет не в тот же день а через дня два потому что немцы еще минск немцы заняли 28 июня а до 28 июня было такое безвластие власть удрала пономаренко со своим цк даже забыли партархив партийные билеты прихватить с собой и они валялись потом паспорта валялись всюду в милиции не успели вот в этот период безвласти были ли какие-то антиеврейские проявления со стороны местного населения нет не было тогда еще ничего не проявляли они если и были антисемиты они тогда как-то выжидали но евреев не трогали а какие-то грабежи там прочее нет по-моему нет а милиция еще в городе действовала не было никакой милиции они все удрали до того как власть сбежала говорили они что-нибудь пропагандировали насчет войны евреев в частности ничего не говорили вот власти сбежали и люди остались были брошены на произвол судьбы не только евреи но все остальное население был ли у вас коротковолновый приемник коротковолнового приемника у меня не было вот вы сказали что была попытка ухода а собственно кто уходил из нашей семьи уходил один я а остальные как мать и отец им уже было по 66 лет у них не было никаких сил двигаться пешком куда-то а вообще обсуждение в семье шло какое-нибудь идти или не идти нет не было я сказал в семье что я ухожу а остальные ничего не говорили они сказали мы остаемся так можно так понимать что они плохо представляли себе плохо представляли что собой представляет немец так и остались знали ли тогда ваши родители о других еврейских семьях которые уходили и смогли выйти они ничего про это не знали но ваши соседи не уходили а у нас во дворе были одни русские соседи они никуда не уходили а кстати кто-нибудь из них говорил чтобы вы уходили спасались нет никто расскажите как организовалось в городе гетто и как вы туда попали значит в июле месяце я не помню сейчас точную дату было издано немецкое распоряжение коменданта города властей в общем немецких город был уже оккупирован уже была организована управа был комендант города и значит было вывешено объявление все евреи проживающие жиды проживающие в Минске должны обязательно переселиться в отведенное для них место в гетто и отвели это место и мы тогда все вынуждены были туда переехать туда переехали кто где нашел какой-нибудь уголок тот и занял его и начали там жить сколько примерно человек оказалось в гетто в гетто оказалось вообще в Минске около 100 тысяч человек это гетто было ограждено как-нибудь или иным образом в начале гетто ничем не было ограждено потом когда уже люди переселились то гетто начали ограждать проволокой колючей проволокой причем это делалось на выход на выходах на тех улицах где был выход из гетто в русский район скажите пожалуйста в доме где вы жили сколько всего было человек где-то в доме в котором мы жили в каждой комнате была семья в целом в доме это был деревянный дом во-первых гетто определили в районе деревянных зданий там очень было мало каменных домов и поэтому в каждой комнате занималась семья сколько могла я например в нашей комнате соорудил двухэтажную нару для того чтобы было где спать на чем вы спали спали на деревянных нарах потому что кровати было мало я соорудил двухэтажную нару где можно было поместиться четырем человеком два наверху и два внизу а что стелили стелили из шмоток своих что было мы перевезли часть из дома матрацы взяли там тюфяки какие были перевозили было ли мыло и моющие средства не было никаких моющих средств гетто мыло можно было только обменять с русскими они могли принести если у тебя была какая-нибудь шмотка для обмена ты мог ее отдать и получить взамен мыло где и как доставали продукты никак нигде только те которые работали значит если им удавалось брать что-нибудь с собой из вещей и там на работе обменивать у русских людей которые тоже где-то там работали те кто вас конвейровал разрешали разрешали не отбирали продукты не отбирали потому что их не было настолько много чтобы можно было отбирать причем вот я когда работал живя в гетто надо же было жить устроился у немцев работать они мне наливали я пошел на кухню на немецкую а я сам столяр по специальности старой до университета соорудить что-нибудь солдату рамочку там для его картинки и он тебя наливал было ли у вас какая-то электроэнергия или чем-то другим пользовались не было никакой электроэнергии жили в темноте все время свечи жгли если дрова были жгли дрова то есть отопление было отопливались 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 хождение денег было никаких денег где-то не было бывал ли какой-то алкоголь какой алкоголь если люди были богатые евреи у которых сохранились старые запасы они обменивались у русских им приносили там самогонку или водку а те у которых ничего не было таких как мы у нас никакого алкоголя никогда не было были какие-то маленькие или грудные дети были грудные дети которые быстро умирали от голода молоко для них доставалось нет вообще люди каким-то образом имели отношения друг с другом скажем какие-то в интимные контакты вступали интимные вступали люди вот состояние опасности повышало или наоборот тормозило эти отношения состояние опасности так если говорить словами что это был пир во время чумы так это на некоторых распространяется потому что старые люди решили хоть перед смертью поспать с молодой девушкой примечание интервьюера искажение голоса на пленке связано с тем что сели аккумуляторы скажите пожалуйста вот эти девушки вообще насколько распространено бывает случай сожительства пожилых с молодыми видите ли я не могу сейчас этот вопрос конкретизировать но вообще-то были такие случаи когда старые люди они бывшие которые жили раньше в этом районе у которых были кое-какие запасы они могли к себе взять девушку кормить ее для того чтобы с ней сожительствовать то есть можно сказать что имя двигал только голод девушками родители не возражали обычно родители или не знали а может и не возражали может она что-нибудь приносила своим родителям потому что ведь люди умирали каждый день десятками вот ну вот пару слов может быть о Юденрате как вот оценивало большинство людей вокруг вас его деятельность а я вам скажу люди относились к Юденрату с уважением многие говорили что они конечно предупреждают об опасности ведь они были близки с некоторыми немцами которым было известно что такого-то числа готовится акция то есть готовится погром очередной передавали населению мол прячьтесь в этот день или уходите на работу на работу вас никто не тронет так и было ну вот а были ли какие-то случаи доносов или предательства этого мне неизвестно а какие-то вообще предатели со стороны евреев были предатели были так же как среди всех народов так и среди евреев были предатели ну вот не могли бы рассказывать вот начальник биржи Эпштейн такой был начальник полиции из варшавских евреев сейчас не помню его фамилию который по ночам с немцами ходил выводила людей из квартир расстреливали их имущество забирали и так далее какой-то был у них договор что ли с немцами или с полицаями это еврейские полицаи которые были в гетто они в основном состояли из евреев из Польши так они этих бесспорно это были предатели они вообще грубо обращались с населением с населением что значит грубо ведь население убили убили ругали не не били не ругали на работу брали нет ну вот вы раньше сказали что расстреливали а это были ночные погромы начались это был определенный период в гетто когда окружали ночью дом выводили всех живущих в этом доме их всех убивали а еврейским полицаям было дано указание немедленно все трупы убрать на кладбище захоронить чтобы к утру было все чисто это вот вы раньше сказали что начальник еврейской полиции это дело в контакте они работали в контакте с немцами они тоже стреляли они были без оружия им оружия не доверяли немцы так какая их функция была их порядок наводить но тем не менее вы их считали предателем их считали предателями я например считаю их предателями потому что кто не был предателем тот уходил или в партизаны если он был молодой еще в силах ну или спасался прячутся а то они не прятались а прямо на виду у немцев были немцы их не трогали потому что они немцам помогали ну а вообще взаимоотношения отношения евреев друг другу вот где-то отношения евреев друг другу нехорошие были хорошие отношения были дружеские отношения когда собирались ведь в конце концов света не было собирались в темноте а у некоторых евреев были запасы и керосина зажигали лампу какую-нибудь сидели рассказывали а вот в случае нехороших отношений ну я не могу сейчас конкретизировать этот вопрос другое дело вот его потом расстреляли наши партизаны за то что он брал золото у людей и вместо того чтобы действительно отправить их партизаны обманывал их они погибали наравне со всеми в гет были такие случаи ну вот взаимопомощь какая-то была если были хорошие евреи хорошие люди которые хотели делиться то была помощь таких я не знаю с нами по существу никто не делился ни с чем мы то что могли сами как-то пробить себе вот пробивали а чтобы получить от кого-то помощь я не знаю как ты там получала помощь от евреев но вот конкретно то есть ваша семья не знает этого нет а вот глядя там по сторонам не замесилась а я по сторонам по сторонам не особенно глядел потому что ходишь на работу для того чтобы там похлебать немножко супа получить 40 грамм хлеба где немцы давали да те которые работали там у них по 40 грамм хлеба это была норма а вот не скажете какая-то организация общественная там не возникла скажем на базе эденрата или под ним или вне него типа милосердие которое распределяло бы что-то вот не было чего распределять а синагогальные вот эти люди верующие они не делали ничего не они ничего не могли делать они погибли все нет ну вообще как погибли сразу в первую очередь или они еще старики те которые не могли прятаться погибали например мой отец он говорил я больше я не пойду никуда прятаться его квартиры череп ему снесли и забрызгали мозгом стену а за что просто так а то что евреи что значит за что во время погрома кто в основном занимался этими погромными делами в основном погромными делами занимались немцы но иногда для черновой работы они мобилизовали которые у них служили украинские батальоны литовцы местные полицаи некоторые участвовали тоже в организации погромных скажите если так можно ответить какие полицейские были страшнее украинские литовские или белорусские или немцы самое страшное это были немцы конечно но литовцы тоже например отца моего расстреляли литовец потому что я был на чердаке и слышал как отец ему сказал по-русски смотри ты меня убьешь бог тебя за это накажет это я расслышал потом раздался выстрел и все было кончено я спасся только тем что сумел быстро взобраться на чердак они так по тайникам не смотрели да? нет просто так кто на пути попадается да кто на поверхности находился а было время когда они уже с собаками пришли и 28 июля например 42 года они уже искали в малинах этих вот наши мамы же сидели в дровах были спрятаны их нашли было ли что-нибудь известно из слухов или из личного опыта о самоубийстве в гетто? из личного опыта мне ничего не известно но слухи были о том что в эту ночь например такие это люди там кончили с собой не хотя не желая быть убитыми немцами обычно это были пожилые или помоложе? обычно это были пожилые люди помоложе не было таких мужчины женщины этого я не могу сказать вот каково на ваш взгляд было преобладающее душевное состояние людей в гетто вот в средний период скажем ну какое все люди поняли в гетто что они обречены значит те которые принимали меры к тому чтобы спастись начали уходить в партизаны искали пути но путей этих было очень мало как вы думаете многие люди пытались бежать или в меньшем числе? пытались бежать те кто имел возможность во первых силы это были более молодые пожилые или же люди и ждали своей участи покорно потому что другого пути не было к спасению было очень мало связных мало было направлено в гетто людей которые бы могли указать путь в партизаны а вслепую идти многие не решались таким образом и в этой части тоже было много такого что не должно было быть надо было присылать больше связных для вывода людей из гетто в партизаны а вот так рискнуть пойти лишь бы уйти из гетто были случаи? были конечно случаи но вот моя сестра например вывела группу людей но она знала куда везти она была в данном случае проводником и она провела группу людей так же как и я когда выходил а вслепую это бесполезное дело потому что если ты явишься к партизанам без всяких связей тебе не поверят могут расценить это как немцы прислали будто бы для того чтобы шпионить для того чтобы предать потом но такие случаи мне конкретно неизвестны вот я во время проживания в гетто установил приемник у себя на черноке в лежаке где мы принимали сводку последних известий из Москвы это до некоторой степени вселяло надежду на то что все-таки победа когда-нибудь да придет и это конечно придавало силы переносить те ужасы невзгоды нечеловеческую жизнь мучения вот а вот если мы вернемся к вопросу о душевном состоянии лея если мы возьмем средний период например да то вот как вы наблюдали люди были покорны вот как-то так пассивны или наоборот пытались чего-то в основной своей массе в особенности пожилые люди были пассивны они ничего активно не могли сделать активно могли только сделать люди которые в состоянии были двигаться двигаться с работы уходить договариваться в русском районе с тем чтобы проводили в лес вот такие были а в основной своей массе среди пожилого населения там была полная безнадежность и отсутствие всякой перспективы на то чтобы спастись а вот истерики случались с людьми нет я не видел истерики сходил же кто-нибудь с ума были конечно случаи когда с ума сходили когда люди сами уходили в русский район чтобы быть скорее пойманным и уничтоженным потому что иначе голодная смерть все равно а вот было такое равнодушие к жизни нежелание вообще с кем-то связываться как бы уход в себя такой ну видите ли мне трудно судить об этом так как я таким не отношусь я все время верил в то что наконец-то удастся уйти все-таки в партизаны потому что партизанское движение набирало силу и если люди были способны носить оружие должны были обязательно стремиться к тому чтобы идти к партизанам а как вы узнавали что они есть вы знали что они во первых мы узнавали находясь на работе у немцев мы узнавали от немецких солдат что они шли на операции по борьбе с партизанами они сами об этом рассказывали вот оттуда мы знали это была такая информация чисто с немецкой стороны ну а потом в русском районе люди рассказывали что ведь было подполье в городе был подпольный горком подпольный обком и люди были в курсе дела и таким образом уже и устроили гибель этого гавляйтера белоруси кубе это еще во времена гетто а как же я хотел спросить было ли какое-то подполье в гетто какие-то очаги сопротивления в гетто не могло выйти чагов сопротивления ну как только в партизаны уход партизаны потому что в гетто какая-нибудь организация была не было вот если люди были пассивные но вы им говорили вот пойдешь с нами если если бы говорили людям пойдешь и он в состоянии двигаться он пошел а как понять состояние двигаться ну от голода не могли люди были опухшие они могли ходить а вот те которые были религиозными они собирались иногда на молитву я не знаю вообще вы не сталкивались с религиозными людьми я не сталкивался организациями религиозными организациями их где-то и не было религиозных организаций а какие-то попытки самообороны были чем оказать сопротивление погромщикам пытался кто-нибудь нет вам неизвестно нет ну и есть были случаи я помню когда один например по фамилии катон человек был с которым я вместе работал еще на заводе значит схватил ножницы и ножницами проколол глаза немцу который приходил забирать для того чтобы убить ну его взяли расстреляли вот такие единичные единичные случайно а вот организовать вот какой-то переставление какого оружия в гетто и не могли это сделать никакого во-первых при входе в гетто с работы ащупывали людей мне удалось пронести в гетто т.т. пистолет в оленище сапога были широкие оленище я его всунул в оленище и так вот пронес хорошо что гоняш чупываля как-то пропустили были также случаи это все зависело от того кто стоял у этих ворот если стоял большой мерзавец то он брал еврея кастрюльку или банку если он нес в гетто суп выливал не давая проносить а были ли случаи помощи со стороны немцев к чем-либо информации питания ну как либо я сталкивался с немцами я даже помню их фамилии был например такой старший лейтенант по фамилии ольцах я у него спросил кто он по профессии он сказал что он шрифтстер писатель он говорил ты здесь все равно погибнешь ты должен уйти и когда на выходной день на машина отвозила нас в гетто немецкая он мешок насыпет мне немножко картошки и даже однажды дал плитку шоколада и сказал фарби тохты он знал что у меня есть дочь и он был настоящим демократом немцы это был прогрессивный немец который сказал они оба идут капут гитлер он стали оба они погибнут и гитлер погибнет и сталин вот такие были люди он вас предупреждал о возможности акции нет что-нибудь информацию давал нет они не могли знать это знали только сс он был полевой просто а как они где-то имеют отношение какое-то они не имели они только получали из гетто раб сил это во время работ а вот рекомендации какие-то давались я же говорю что вот этот самый улицах он говорил что надо уходить с одним он там офицера мне разговаривал он сказал ты все равно погибнешь потому что ты еврей когда я ему был случай когда я берусь я же делаю вещи он говорит все равно это не поможет ты должен погибнуть раз ты еврей то есть это был нацист вообще да у него была нацистская идеология но фактически это не тот случай он вам же помощь не оказывал никакой а вот этот гольцах он оказывал а кроме этого гольцаха еще случай был был случай который когда я беседовал с немецким солдатом который поставил свою винтовку к стене это там где я была небольшая такая казарма я там ему комнатку где я работал его ногой своей как ударить по винтовке она полетела в другой конец коридора такое у него было отношение к войне и ко всем этим событиям это был немецкий солдат который говорил нечего тут сидеть надо уходить вы понимали что они правы тем не менее сидели тем не менее пока связные не пришли сидели когда я работал в этом обществе было такое было общество называлось торговое общество запада и то есть восток андерсгезельшафт ост это была такая хозяйственная организация а при ней стояла небольшая воинская часть во дворе и когда двадцать восьмого июля например начался погром большой объекта сорок второго года когда наши мамы погибли когда значит они мне сказали сами немцы сегодня ночую здесь и ходи домой потому что убьют обязательно заберут и убьют потому что намечается акция и я там у себя на работе ночевал в коморке в этой идее я имел куток такой значит я себя не работал я бы кости ценили можно сказать что не к вам хорошо отнеслись эти немцы эти немцы солдаты я же говорю одни не были гестаповцами они были не нацистами это были немцы просто солдаты причем уже не молодежь это из этих команд астарбайтера тот организация тот это их главный организатор доктор тот да вот вот расскажите как собственно ваш побег совершился наш побег совершился таким образом что накануне 20 27 кажется пришла эта броня бронеслава уже были без родителей уже не было ни матерей ни отца не было то есть вас ничего не держала ничего не держала и значит мы уже женой вдвоем значит пришла эта броня и говорит будьте завтра утром готовы к уходу 28 пришло переночевали она пришла утром бирже труда где устраивались колонны для ухода на работу мы пристали к одной колонне и вышли из гетто и пошли с этой колонной на работу не войдя во двор этого склада немецкого мы начали постепенно срывать друг у друга эти самые латы и друг за дружком пустились в путь за нашей связной и она нас привела к партизанам вот таким образом мы ушли в партизан какой это был год месяц это был 28 ноября 42 года а сколько собственно вас было человек у нас группы которые мы выводили около 18 19 а могло быть больше могло конечно но почему вы не пытались это не так просто это было довольно опасно могли эту группу засыпать ну 30 могло пройти я вытрудняюсь сказать расстанулась вы очень длинная цепочка а были люди кому вы предлагали отказались я что-то таких не помню хотя нет я были такие люди которые отказывались они мы боимся идти мы не пойдем мы боялись и ничего боялись смерти они считали что у меня меня смерть вообще люди под понимали будущее свое где-то кто оставался все в основной массе уже увидели что они оброчены и ими как-то обладела такая инертность апатия апатия ко всему голодные оборванные больные вот если бы вы сказали человеку к вам который в апатии что давай сегодня уходим и ты будешь жить он бы пошел бы все таки еще желание жить было поэтому я говорю что есть любые у нас не было антисемитского государства вы имеете в какое время время немецкой оккупации там москве эти мономаренки и всякие и прошила бандиты этот сталинский так если бы они серьезно занимались вопросами вывода людей из гетто они могли спасти десятки тысяч людей но они этим не занимают где-то было представлено собой а вообще вот до того как вы побежали в гетто были попытки люди говорили мы просто не знаем куда идти нет связных а просто пойти без никого никуда ну хоть в поле в лес может быть были такие случаи может быть были такие случаи очень сложно все всюду были заслоны и полицейских местных и украинские батальоны и литовцы и потом вот например в нашу партизанскую бригаду удалось агитировать целую роту узбеков которые служили в немцы расскажите подробнее они с вооружением совсем пришли к нам в партизаны распропагандировали так связанные приходили к ним на беседой и их удалось говорить и они вместе с оружием пришли партизан а как вообще получилось что узбеки у немцев оказались этой зарпе из пленных вот еще до вашего побега были ли факты может быть вы слыхали или знали что вот более среди евреев доносительство я этого не могу сказать мне конкретно предачили стукачи не близько вот деятельность юденрата как ее оценивали люди в гетто юденрат я вам скажу оценивали положительно потом но вот а потом когда вы уже были в партизанах может быть вы помните какие-то антиеврейские проявления со стороны руководства вообще власти у нас например вот в бригаде встали в бригаде имени держинского и был случай когда ривина стреляли еврея хорошего еврея хорошего партизана между прочим смелого за то что он отказал свой револьвер парабел передачи русскому этому юдину его взяли расстреляли и это перед выстроили бригаду и провели такое собрание как бы митинг в оправдание этого акта убийства этого самого ривина тем что это бывший бундовец а бундовец это контрреволюционная организация знаете вот поэтому мы его и расстреляли такой случай имел место а ты же не мог я например или другой евреи не можешь выступить быть противником этого потому что ай ты такой давай заодно и диски но еще как-нибудь проявлялась это так я особенно а вот были слухи в то время что якобы не брать партизан был приказ такой евреев партизаны не были конечно случаи когда евреев не принимали партизаны мол им нельзя доверять и они не вояки они отсиживаются в ташкенте так как они семиде толковали слух среди партизан было что евреи не в состоянии воевать они трусы большие и так далее и на этом основании евреев не врали в партизаны евреи должны были гибнуть вот или они сами это было конечно не во всех бригадах не во всех отрядах потому что были отряды где действительно и бригады возглавлялись настоящими как говорили в то время коммунистами как были интернационалистами которые не были заражены этим антисемитизмом духом этим и принимали евреев и давали боевые задания эти очень хорошо справлялись что это а вот может быть в самой политике и практике жизни среди практике жизни было плохо были даже такие партизаны я помню пойдем пограбим евреев были отдельные евреи которые прятались в лесах устраивали себе там шалашики тоже ходили ночью по деревням доставали продукты пойдем пограбим евреев а такие были разговоры а вот как-то идеологическое высказывание как они одобряли то что немцы делали где-то так они они не одобряли они были самые готовы делать они этих людей если бы их взяли немцы плен они бы стали первыми предателя чем вы это можете объяснить что они одновременно и партизанами были были вот такими полуполицаями объясняется их идеологией просто так вот я хочу узнать как они высказывались открыто они ничего не высказывали а как же не высказывали ведь у нас были комиссары я был политруком роты разве он осмелится при мне что-то сказать понятно но вот в случаях когда они не видели что вы не знали что вы можете услышать я не знаю значит если я не могу слышать я и не слышал а велась ли среди политруков политруками рот и комиссарами пропаганда антинацистская среди партизан среди населения а как же ну она как в деревнях проводили и собрания мы же контролировали целые районы проводили собрания чтобы немцам ничего не давали что лучше сжечь чем им отдать но это с позиции конфронтации немцы советские да 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 с позиции вот чтобы не уничтожать евреев ничего я не антинацистская пропаганда против геноцида евреев не не было да не было разъяснительная работа вот на этот еврей по поводу евреев по поводу уничтожения не было нет то есть вы будучи политруком не могли выбирать тему вам нужно было утверждать делал то что приказывали сверху был комиссар бригады он и теперь же наш комиссар бригады ляков такой живет в минске здесь а вы не пытались предложить руководству утвердить эту тему чтобы они разрешили вам такую тему нет я не ставлю вопрос потому что это было очень опасно сам командир бригады наши был хорошим всеми чашки ну вот когда вот закончилось партизанское движение вас расформировали какой документ вы имели на момент расформирования момент расформирования не было никакого документа вообще а потом значит вызывали в штаб партизанского движения и вручали какой-то бумажку вот что находился партизанах и в архив передавали вот у меня есть все документы других документов у вас не было кроме партизанской справки когда вы приехали какой первый документ вы оформили первый документ паспорт когда вы его получили я получил его в сорок четвертом году и начала жизнь советская вот когда вы начали эту советскую жизнь вы скрывали что вы были где-то или нет пока зачем это скрывать это кому кому это выгодно скрывать интерес у вас не было страха что нет никакого страха вообще в евреев преследовали за это нет за то что жили в гетто не преследовать это не мешало мне мешало в работе ничего они прекрасно понимали что евреям пришлось в гетто пережить и тем более что они знали что погибли те евреи которые не могли из гетто уйти те которые уходили партизаны как они могут этих евреев привлекать к ответственности за то что они были партизанами что они были в гетто как вы считаете в целом справедливы ли упреки евреев покорности что не сопротивление я смотрю смотря как на это смотреть посмотрите как вам мне кажется что евреи попав гетто в особенности уже пожилые люди особенности после первых подробно но я-то другом спросил совсем и другом в общем то действительно мало сопротивлялись мало мало могли бы больше как если бы были условия если бы помогли оружие это же не падает с неба оружие надо в бою в каком-то завоевать оружие а голыми руками бой не проведешь нет ну когда людей уже ввели на смерть им все равно умирать в этом плане когда ввели на смерть людей они шли земле и спокойно погибали спокойно также и немецкие евреи ведь немецкие евреи были привезены в минус до исполнения как вы считаете это специфически еврейская была черта или все бы в этом положении все а русские пленные не шли как овцы на убой я не знаю а где это могли видеть где бинске на между борисовым и минус вы были где-то сами видели каких нет мы не были еще где-то были первые дни войны когда солдаты которые попали в плен шли безропотно по дороге немцы их вели уже тыл к себе вот и они все погибли и они не сопротивлялись как вы думаете евреи до самого конца не знали толком свою судьбу многие евреи большинство не верили в то что они погибли то есть если бы наоборот они знали и верили то может быть они бы иначе верили может быть они бы иначе вели себя но они не знали понятно ну и теперь у нас еще есть возможность спросить вас о некоторых печальных страницах продолжения вашей борьбы за евреев и как бы за это теперь когда я освободился а расформировали бригаду я был назначен прокурором ворошиловского района города минска ворошиловский район это был такой район исторически сложившийся таким образом что там жили евреи в основной массе своей и там немцы выбрали не не зря они выбрали это место для деток когда освободили минск от немеца значит начали возвращаться домой евреи воины раненые инвалиды военнослужащие их семьи вот мне как прокурору они приходили ко мне и требовали на основании закона существовавшего тогда вернуть им их жизнь площадь вот вы скажите подробнее о законе был изгон закон 20 августа сорок первого года постановление солнаркома о том что европейцы которые возвращались войны к себе на родину просто освобождение их территории и они были эвакуированы вернулись домой возвращать им их жилплощадь из которой они уходили в армию значит очень было повальная прокуратуру ну такой приход евреев требующих свою жилплощадь я как прокурор выносил эти постановления за месяц до ареста мы его вызвали комитет госбезопасности и сказали ты что трогаешь наших работников что ты их выселяешь и возвращаешь квартиры другим если так будешь продолжать мы тебя посадим прошел месяц и меня посадили чем вас обвиняют меня обвинили в том что я будучи коммунистом до ареста на работе был прокурором свое время работал адвокатом что меня многие в минске знают а я остался жить значит я был предатель и меня обвинили в предательстве меня обвинили в том что я немецкий шпион меня обвинили в том что я троцкист что я проводил антисоветскую агитацию что я словопотреблюл своим служебным положением и выселял людей из квартир которые они занимали и возвращал эти квартиры евреям вот значит пожалуйста вот тебе и национализм тут все что хочешь таким образом было сфабриковано дело из трех домов приговор не был оставлен в силе а были некоторые статьи исключены но я все равно оставался под стражей десять лет отсидел спасибо за интервью желаю вам больших успехов я я я Продолжение следует...